Убушил адвокатов еще 7. 7 Миндет. Мы еще находимся в судебном заседании. Бадмой Ак-Тебеин сидел в процессе. Суд удалился в совещательную комнату. Ждем решения. Решил пока выйти. Басан пришел. Басан Миндет. Миндет. Татьяна Аминьцинова. Я знаю. Ну мы здесь. 15 суток прошло. Ну, Бадмой Ак-Тебеина. Скажите сами, как прошел. Расскажите. Правду говорить. Не, ну. Процесс прошел. Бадмой Ак-Тебеин еще не готов. Процесс прошел. Ждем ответа. Ждем ответа, что скажут. Дунбер Павловна настаивает на виновности. Вас нельзя снимать, да? Сынало, брат, только социализм спасет нашу родину. Ну вот так вот. Ждем ответа. Посмотрим. Ничего просто здесь прикалывается. Ну еще раз говорю, у Бадмой Ак-Тебеина был суд. 15 часов сели. Рассмотрели. 17. А, 17. Суд удалился. Судья ушел в совещательную комнату принимать решение. Ну не знаем. Это же судья. Осудила у нас Валерия Антоновича Бадмаева. К 6 часам обязательных работ. Да, ну ждем. Посмотрим, что будет так. Посмотрим. И, ну да, как огласит постановление, сразу мы вам сообщим. О, Алдар и Ренжена Дудомбер Павловна, вам привет-привет. Спрашивают, при исполнении вы или нет. Ну еще сразу всем скажу, в 19 часов ребята там прямой эфир выходит. Выходит Сот, Адьян и Бадма с Зуевой. Анной Зуевой, да, с Бурятии. 8 часов. Нет, в 19 часов они уходят, да? Не могу. А потом я в 8 часов выйду прямой эфир после ребят. Расскажу про суды, про все проекты, ну вообще про всю обстановку. Как-то так. Вот еще раз. Бадма Акибейна привет хочет передать всем. Так, Мендис всем. Так, спасибо за поддержку. Действительно очень приятно, что сегодня меня пришли поддержать. Бадма Берчеев, Басанг Захаров, Татьяна Ланцинова, Баир, вот молодой человек. Вот, дочь моя. Вот, это здорово. Что хочется сказать? Не дергайся, не дергайся. Ну, чувства, знаете, какие-то это... Неприятные, скажем так. Впервые предстаю в суде в качестве обвиняемой. И тем более неприятно, когда ты себя виновной не считаешь. Я объяснила, что я приходила на молебен. Мы все дружно прочитали молитву. Те, кто не успел прочитать со всеми, вот мы остались. До конца прочитали ее. Кто про себя, кто... Кто шокотом, вот. Потом нам было предложено покрутить барабан Кюрде. Мы обошли барабан, там помолились. А затем спустились вниз. Вот, и когда начались разговоры о том, что происходит в городе, я тоже посчитала необходимым выйти и высказать свою точку зрения. Вот. Я обратилась непосредственно к Бату Сергеевичу. Вот, сказала, что... Мы голосовали за него, мы агитировали за него, мы радовались его победе. Вот. Напомнила ему слова клятвы, которые он произнес на инаугурации. «Жизни свои острею, как я предадим». Эти слова означают, что он клянется отдать свою жизнь за народ. Но прошло немного времени. Вот. И мы были вынуждены разочароваться. Вот. Об этом я сказала. Я его призвала еще, значит, услышать народ, понять народ и... исправить свою ошибку. Что еще? Я обратилась к горожанам с такой просьбой, чтобы не сидели на своих диванах и возмущались, да? А свое возмущение, свое переживание высказывались вот там, где нужно. Ну да, смелость показали. Да. Ой, понимаете, вот самое главное, да? Вот. Какие чувства у вас сейчас сопровождают в связи с тем, что вас привлекают только административные ответственности? Ну вот я же сказала, очень неприятные чувства. Очень неприятные чувства. Но когда вот кто-то мне из зала, из наших задал вопрос, а вы, мол, переживаете, мол, чего вы боитесь? А если вас, мол, это, или сонал, да, подколол меня, что, мол, дескать, вас сегодня... Признают виновной. Признают виновной. Я сказала, буду этим очень гордиться. А, и да, и на суде, прямо суде я тоже сказала, что я, значит, я горжусь тем, что я внесла свою лепту в дело очищения нашего города от Бузуркюнасе, то есть от человека грязного, который пришел к нам с грязными руками, с грязными мыслями. Вот, и я горжусь тем, что я свою лепту внесла в это дело. Вот, и я еще судье сказала, что меня очень порадовало, что избранная форма этого мероприятия, да, форма молебна, она очень мне импонирует, потому что молодежь решила обратиться к Богу. В трудной ситуации, в трудной жизненной ситуации молодежь решила обратиться к Богу, вот, с просьбой, чтобы Он помог. Вот, и поэтому я и в своем выступлении произнесла ее реаль в конце своего выступления о том, чтобы наши молитвы вознеслись к небу, чтобы небеса нас услышали, и чтобы Бог нас избавил от плохих событий и плохих людей. Ну, я имела в виду Трапезникова. Ну да, вы все это видели. А вот такой вопрос, да? Вы же были на встрече с Хасиковым, мы с ребятами ходили, да? Да. Вот, что вы, вот, мы, не этот же, никто с вами же не связывался по этому поводу, никто не слышал вашего, вот, как бы, резюме по поводу встречи. Вот, что вы скажете? Вот сейчас вы в эфире людям, ребятам, какие вот чувства у вас после встречи, сейчас вот, потому что я в эфире ненедавно рассказывал же, когда был на приеме у Арики Хасиковым, я хочу, чтобы это было из ваших уст, они, конечно, не смогли. Я поняла ваш вопрос. Действительно, я была среди тех десяти человек, которые были на встрече с Бату Сергеевичем. Когда мне позвонили ребята и предложили пойти вместе с ними, они спросили, Батма, к тебе, вы пойдете с нами? Я сказала, с удовольствием. Вот, когда мы пошли в первый раз, вернее, когда я подъехала к ребятам, они сказали, Батма Актьюбеевна, мы вас сейчас подвезем домой, встречи не будет. Я говорю, почему? Вот, они сказали так, он нас слышать не хочет, он нас видеть не хочет. Вот эти слова очень меня расстроили. Вот, я подумала, что вот как же можно вот поставить свой народ на краю пропасти и уйти в сторону, понимаете? Вот, на следующий день опять ребята мне позвонили и сказали, что Бату Сергеевич нас ждет, быстренько собирайтесь и приезжайте. Я собралась и поехала. Значит, вот на этот раз встреча состоялась, и этой встречи, организации этой встречи, заслуга, да, организации этой встречи принадлежала к Киеву Нарану Геннадьевичу, да? Там и Чингис, Николай Исбериков был и Киев. Я не знаю, я не присутствовал, меня же из списка вычеркнули. Вот что вы про встречу скажете в итоге? Вот, в начале встречи, услышав, что ребята меня поздравляют с Днем Учителя, Бату Сергеевич тоже стал меня поздравлять с профессиональным праздником, и минуты две-три он даже посвятил вот этому, вот нашей профессии очень важной в жизни общества, роли учителя в жизни общества. Он говорил, поздравил меня, мне было очень приятно. Вот, затем Чингис Николаевич у нас представил все друг к другу, и пошел диалог. Диалог состоялся таким образом. Значит, нам по очереди предоставлялось слово каждому из нас, но мы могли в процессе разговора задать друг другу вопросы, мы могли комментировать чьи-либо слова. То есть, такой вот очень наберительный, да, такой атмосфере встреча эта прошла. Длилась она где-то часа четыре. Четыре часа? Да, четыре часа мы сидели там, разговаривали. Вот, я выступала дважды. Вот, в первом своем выступлении я, значит, я представилась. Я назвалась, я сказала, разрешите представиться. Почему? Потому что я в республике темная лошадка. Я уехала из республики 11 лет назад в Москву, работала там в школе. Вот, и, значит, я представилась, я сказала, что я почетный работник образования Российской Федерации, лауреат международного конкурса методических разработок о Холокосте, победитель конкурса «Гранд Москвы». Для чего я это все говорила? Я говорила не для того, чтобы похвастать, вот, а для того, чтобы Бату Сергеевич понял, что это дело не только тех вот этих вот молодых ребят, может быть, несерьезных, незрелых, да, вот, а что то дело, которое они затеяли, да, оно касается всех, вот. Ну, да, и что мы поддерживаем, люди старшего поколения, люди заслуженные, уважаемые. Вот поэтому я все это и, поэтому я так и представилась. Что еще я хотела сказать? Да, по поводу Трапезникова, Бату Сергеевич, а, да, когда он только начал рассказ о Трапезникове, вот, он стал его хвалить, ага, я, значит, прервала его рассказ и извинилась, правда, за то, чтобы вмешиваясь в его рассказ и задала такой вопрос, чем он вам так дорог и близок, что вы голову на плаху кладете из-за него, душу за него ложите, да, почему, чем он вам так дорог? На что он опять начал говорить о, значит, колоссальном опыте Трапезникова и так далее, и так далее. Я на него смотрела и не понимала, почему, потому что, ну, вот, даже вот простому, такому несведущему человеку понятно, что эта биография сшита белыми нитками. Почему? Потому что, вот я сказала так, что, дескать, я, когда прочитала его биографию, я ничего не поняла, потом я взяла блокнот и карандаш и стала делать выписки, и что я увидела? Ну, приблизительно так, например, 2010-2012, затем 2012-2014, 2014-2016, то есть дольше двух лет он нигде не задерживался. О каком колоссальном опыте может идти речь? Вот. Вот. Затем характер деятельности, если его посмотреть, здесь он занимается одним вопросом, здесь он занимается совершенно другим, да, то есть характер деятельности разнообразный. А в таких условиях, да, невозможно накопить колоссальный опыт. Вот. Понимаете? Ну, то есть белыми нитками сшито, и каждому понятно, что нас дурят, и нас держат за дураков. Вот. Ага. Затем, что же я говорила? Вы еще какой вопрос задавали? Затем я задала ему, сказала вот следующее, что пользуясь случаем, хочу у вас спросить, Бату Сергеевич, что народ в растерянности, наш народ. Почему? Потому что мы ждем, что Орлова под белые рученьки поведут в тюрьму и заставят его отдать в государственную казну, в республиканскую казну на ворованные деньги. А вместо этого ему, значит, орден на грудь вешают и устилают зеленую дорогу в Совет Федерации. Я говорю, что это вообще происходит? Объясните, что такое происходит? Поэтому народ в растерянности. Вот. Ну, то, что сказал Бату Сергеевич, я, наверное, не буду говорить. Мне очень стыдно за его слова. И вот, если бы вы меня, вот, Санал, спросили бы, да, верите ли вы ему сейчас, Бату Сергеевичу? Нет. Да, но, мне кажется, нечестно, нужно говорить то, что он сказал. Потому что же, я, я, я же в своем эфире это озвучил, вот ваше слово. Хорошо. Один момент я все-таки опущу. Ну, давайте. Потому что мне самой даже неудобно. А вот второй момент, когда вот про… А, да. Вот, он, значит, задает мне такой вопрос. Говорит, Бадмак Тюбин, я тоже вам хочу вопрос задать. Я говорю, конечно. Он говорит, как вы думаете, почему я затягиваю решение вопроса о назначении Совет Федерации? Я ему, говорю, отвечаю. Я говорю, ну вы же говорите, что вы ведете борьбу с некими силами, да? То есть, вы там боретесь, вот, и мы надеемся на вас, что, дескать, все будет окей. Что вы заборете? А? Что он заборет там кого-то. Да. Вот, вот. И представьте себе, разговор наш проходил 4 октября, а указ о назначении Орлова подписан 20… Был уже подписан 21 сентября. Вот, понимаете? Вот это вот в голове никак не укладывается. Как это можно смотреть людям в глаза и врать? Понимаете? Вот, нас там было сколько человек? Нас было 10 человек. Потом сидели еще его люди. Наверное, человек 8 сидело его помощников, да? И вот он говорит, почему, как вы думаете, почему я затягиваю вопрос о назначении, значит, в Совет Федерации? Я ему, честно говоря, ну вы же боретесь там с кем-то, дескать, мы вам верим, а указ подписан 21 сентября. Вот, и поэтому, вот, очень сложные чувства меня одолевают, да? Он мне земляк. Я ему тоже об этом сказала, да? Вот, он всегда говорит о том, что детство его прошло в селе Бергин Юсинского района, вот откуда я родом. Я очень хорошо знаю эту семью, вот, и поэтому, ну, мы земляки. И вот, и мы действительно агитировали за него, болели за него, всегда мы его очень уважали, всегда им восхищались и гордились им, да? Да? Ну вот, я не знаю, что это такое, как это можно, что это происходит вообще. Человек может так поменяться, или что, или как это, или как это, раздвоение личности, что это такое, вообще, в общем, непонятно, понимаете? Вот, поэтому, вот, до сих пор я в таком ступоре, я всегда ему верила, но потеряла я в эту, веру в этого человека, я вам скажу точное число, 21 октября. Когда, когда, да, всенародной огласке предан был, да, указ о назначении этого Орлова. Вот, мне хочется сказать об Орлове. Когда вышел указ в марте месяце о, о том, что, да, о том, что, вот, дескать, он, как это, формулировку подал в отставку, да? Или как там, я не знаю, он, да? Вот, и назначен в Рио Хасиков Бату Сергеевич, вы знаете, такое чувство было, вот я в Москве тогда была, вы знаете, такое чувство у нас у всех, а особенно у тех людей, которые на чужбе не находятся, да, люди меня поймут, те люди, которые находятся на, за пределами республики, да, потому что мы, находясь вне Родины, мы очень больно реагируем на то, что происходит у нас на Родине. Вот, очень болезненно мы реагируем на это все, очень сильно переживаем. Вот, и когда мы услышали эту новость, мы, вот, были рады, это не то. Вот, я даже в Одноклассников написала пост о том, что, дескать, вот это событие, вот, значит, его, как вы говорите? Прошение об отставке. Вот, вот это его отставка. И назначение Хасикова. И назначение Хасикова сравнимо, знаете, с указом о реабилитации калмыцкого народа. Вы знаете, я понимаю, что эти два события сравнивать нельзя, они близко друг к другу не стоят. Но, вы знаете, такая великая радость вот была у меня, и, я думаю, у всех, кто услышал эту новость, да, вот, почему? Потому что казалось, что Орлов вечен, что его отсюда никак убрать, никогда он отсюда не уберется. И, наконец, вот эта великая мечта, она сбылась. И поэтому вот такая вот радость была, я думаю, у всех. Вот, и что я еще хотела сказать, что вот Орлов, это такой человек, который, это Иуда, это наш калмыцкий Иуда, который предал наш народ, который ограбил наш народ. Вот за что такое наказание было, вот, нашему многострадальному народу было дано, вот, я не пойму, понимаете? Вот настолько вот велики его грехи, что вот гореть ему в аду синим пламенем, да, вот. И вот такого человека, значит, да, значит, Бату Сергеевич назначает в Совет Федерации от Республики Калмыкия. Это такая насмешка, это, я не знаю, насмешка или издевательство, как это называть, какие слова найти, я даже не знаю. А вы действительно верили, что он его не назначит в Матвию? Я верила, я верила, я Бату Сергеевичу очень даже верила, вот, несмотря на то, что я, Татьяна, вот, несмотря на то, что я вот в митинге участвовала, да, не то, что несмотря, я в митинге, когда участвовала, не в митинге, в молебне, когда участвовала, да, на пагоде, я к нему обращалась, да, я ему верила. Но вера эта пропала, а нет, вера Пашатулы, знаете, еще когда? Когда я вышла с этой встречи, когда он нам сказал, что я своего решения менять не буду, я свою позицию менять не буду, понимаете, я к нему, я второй раз встала, я не должна была вставать второй раз, я прям встала и сказала, Бату Сергеевич, не спешите, не горячитесь, подумайте. А вы хотели по-учительски поговорить? Не то, что по-учительски, я к нему обращалась и как мать, да, вот, дескать, как отцу нашего народа, я говорю, вы наш отец, мы доверили вам судьбу нашего народа, я к нему так обратилась, да, вы за нас отвечаете, в ваших руках судьба нашего народа, подумайте, да, Чингис Николаевич, подумайте, они говорят, мы думали и не один раз, я говорю, ну, тысячу раз еще подумайте вместе, да, вот, призывала к благоразумию, ага, но когда он сказал нет, и когда я вышла из этого зала, я стояла на крыльце, вы знаете, я не могла дальше пойти, вот у меня, знаете, какое чувство было, такое чувство у меня было, да, как будто от меня отказался мой родной сын, понимаете, вот такое чувство. Вы сильно верили ему? Секундочку, паузу сделаем, ребята, там у Бадму, действительно, у Бадму, у Диана, сам на Зуеву, начался эфир, если вы действительно, ну, наверное, кто хочет переходить, туда переходите, поскольку я говорю, я эфир сохраню, пока время есть, мы с Бадму, как тебе этот эфир проведем, я его сохраню, и вы посмотрите его в записи уже, а так переходите, там, посмотрите Зуеву, ну, кто там, кто хочет, действительно, а кто хочет слушать, ну, это как мнение каждого, кто хочет слушать Бадму, алкебейный, то слушайте, на нас смотрите, на нас. Ну, так вот, знаете, я вам скажу, знаете, что, я изначально, изначально я был уверен, что Хасиков назначит Орлова представительному. Почему? Потому что 24 июля, 24 июля, Бату Хасиков своими руками сдал, ну, якобы, там, ну, там, при сдаче документов на регистрацию в избирком, в избирком, вот, кандидат предоставляет вместе с документами на регистрацию, вместе с документами, три фамилии, имя, ну, данные трех кандидатов на представление в Совет Федерации. И 24 июля выяснилось, что Хасиков сдал три фамилии, в том числе фамилию Орлова Алексея Маратовича, Сангаджи Таратарбаева и Сенглеева Юрия. И само нахождение Орлова в этом списке уже свидетельствовало о том, что его назначат сенатором. Это, а они нам, Бату Сергеевич, вместе с Сангаджи, крутили такой, ну, рассучивали, такой мультик, да, сказать, что на самом деле они там борются с кем-то, как-то там, кого-то хотят забороть. Это все вранье было, поскольку изначально это было ясно, и для вас обидно, что вас обманули, а для меня обидно, что наш калмыцкий народ взял просто, тупо повелся на вот такую уловку и все. Нет, я знала о том, что в списках Орлов, я понимала, что его лоббирует кто-то, да, очень такой сильный, сильный мир из его, да, но я надеялась на Бату Сергеевича, понимаете? Вот, и когда моя вера пошатнулась, когда я вышла из этого зала, где мы заседали, и вот у меня было такое ощущение, как будто у меня родной сын. Ну это вообще прям, понимаете, как будто у нас, вот да, вот такое сильное сравнение. Вот, я была в такой растерянности, что вот как вот так вот можно, да, как вот можно, потому что, ну действительно, вот на краю пропусти мы встали. Вот, а потом, когда 21 октября стало известно о том, что 21 сентября еще был подписан указ на этого Иуду, вот тогда вера моя меня покинула. То есть сейчас вы полностью разочарованы? Да. Да. Как вы отнеслись к тому, что вас вот, что узнали, что вас хотят шудить? Как ваша реакция какая была, что вас вызвало Домберпауна, да, или кто там вызывал? Вы знаете, когда я раньше читала и слышала, что вот этого вызвали, того вызвали там, да, я, ну как-то не верилась, не верилась. А когда вот приехал ко мне домой, значит, молоденький полицейский, и говорит, вы такая-то, такая-то, я говорю, да. Он говорит, за маме машину прислали, садитесь, я вас отвезу туда-то, городе. Вот это меня повергло в шок. Я говорю, не нужна мне ваша машина, я сама приеду. А потом, говорю, вы знаете, я ему говорю, вот я не верила. А вот когда меня коснулось, оказывается, когда тебя коснется, вот, оказывается, приходится верить. Вот вы знаете, я в таком ступоре была, что вот нельзя правду в наше время, в нашей стране сказать. Что я такого сделала? Я сказала правду прямо в глаза, ну можно сказать, да. Не, ну тем более, вы там плохого ничего не сказали. Я обратилась, да, к Бату Сергеевичу, я сказала, подумайте, вот поймите, услышьте народ, поймите народ и исправьте ошибку. Что там, что там плохого? Так думает пол Калмыкии, правильно же? Вот, ага, потом смотрите, вот они, вот как вообще, вот, к трапезнику вернусь, да, как можно такого человека вообще, откуда его, у меня слов нету. Я говорю, вот завтра нам привезут, вот многие сейчас говорят, ну и пусть трапезников, мол, да, а я говорю, завтра нам привезут Сердюкова с Васильевым. Мы тоже будем молчать? Не, ну Сердюков с Васильевым это еще хорошие игроки, их можно подумать, но они трапезники. А о чем вы говорите? А о чем вы говорите? Этих воров, которых надо, не знаю, как. Не греки по себе, я имею в виду. Вот, понимаете, то есть вот это вот наше равнодушие, вот это, к судьбе собственного народа, да, вот это равнодушие. У других это трусость, у третьих это что-то еще, я не знаю, что еще, меня вот это вот, да, пугает и расстраивает, честно говоря, потому что, ну, человек должен прежде всего состояться как патриот, как человек, любящий свой народ, вот, а если мы не такие, то что ты за человек, понимаете? Я не приемлю вот такого. Вот сейчас, вот я недавно на своей странице разместил пост Далай-Ламы, не видел вы, вот вы высказываете Далай-Ламы, там говорится о том, что в борьбе с несправедливостью, вот Далай-Лама говорит, в борьбе с несправедливостью, необходимо действие, то есть действовать именно, идти и говорить за справедливость. И там сравнение идет даже вот с политиками, если по политике говорят, не лезьте, это наше дело, мы сами решим, но они делают неправильно, то мы должны все равно добиваться справедливости. И вот самое главное там было, то, что даже если вот люди в такой обстановке несправедливости прячутся за семью, ну, хотят там, ну, по такому смыслу, что, ну, у меня семья, я не могу вот так вот, да, как бы, не могут этим жертвовать. Там Далай-Лама говорит то, что данная ситуация необходима, наоборот, говорить о справедливости, поскольку тем самым вы спасете больше народу. И меня вот это высказывание еще больше подстегнуло, да, придало сил, еще больше подстегнуло на новые действия, и, как бы, я понимаю, ну, как бы, очередной раз понял, что мы, я и ребята, мы правы. Вот как вы к такому высказыванию отнесетесь? Так, значит, идея справедливости, она всегда справедлива, простите за тавтологию, да, вот, я вот такой человек, что я не могу смолчать там, где несправедливость, где зло творится, понимаете? Где бы я ни была, где бы я ни жила, я всегда, вот, говорю о том, что думаю, да. Ну, я верю, но в том числе из-за этого вы вышли и на площадь, сказать слово, правильно? Да, совершенно верно. Вот, и поэтому я считаю, что, да, и вот сегодня в суде я тоже сказала об этом, да, что я восхищена этими ребятами, да, которые ведут борьбу за правое дело. Понимаете? Вот, которые, вот, вот действительно они не жалеют живота своего. Вот кто жизни свои острию копья придают, понимаете? Вот кто патриоты, вот настоящие герои нашего времени, понимаете? Вот, не те герои, наши депутаты, из-за которых сыр-бор, да, происходит сейчас, которые толкнули наш народ, вот, к таким действиям. К делостоятельствам. Да, понимаете? Вот. Я разочарована во многих наших, вот, мужчинах, да, скажем так, очень я уважала Александра Команжаева, там, еще кого, ну и так далее. У меня уже тут один, не буду называть их имена, да. Потом, сейчас, секунду, секунду. Которые в силу того, что они дорожат, наверное, своими хорошими отношениями с властью, да, еще чем-то дорожат. И они начинают вилять, вот, Орлтан, Басхаев, так хорошо говорил в прямом эфире, потом завилял, так, да, начал говорить Витиевато, и так далее, и так далее. Понимаете, я вот... Вот такой вопрос, да, вот, вот у Хасиков в одном из выступлений, не в одном из выступлений, да, даже, сравнил себя с Басаном Бадминовичем Гридовиком. Как вы это прокомментируете? Нет, вы знаете, я думаю, что он не сравнивал себя с Басаном Бадминовичем. Не надо вот это вот... Не сравнивала? Я слышала об этом, да, и читала об этом. Он ни в коем мере не сравнивал, он просто обратился к этому примеру. А, просто... А, да, кстати говоря, вот пока вдруг потом эфир прервется или что, я хочу сказать, что, значит, хочу обратиться к землякам. Выборы состоялись, мы с вами избрали главу республики, да, вот, да, он совершает ошибки, вот, да, он их не признает, он их не исправляет, к сожалению, да, но выборы состоялись, поэтому он должен работать, понимаете, он должен руководить республикой. Я верю, что он патриот, вот, я верю, что он... Идет шефир. А? Идет? Все, давайте, мы еще раз, это была Бадминовка Беевна, Катаева, суд у нас идет, ждем оглашения. А, нет, продолжаем, 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 еще нет, еще суверение не идет. А? А что идет? Давайте, до свидания, эфир сохраню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...